Пойдем посмотрим, что там дядя делает. Улю снимает. Пойдем, вот пойдем к стульчику, пойдем к стульчику, то есть вот так вот мы пока только перемещаемся. Ну для нас это уже прогресс, она раньше даже не понимала, что на ножки нужно вставать. Свои первые шаги Ульяна делает с помощью мамы. Самостоятельно ходить и сидеть малышка пока не умеет. Когда девочке было 6 месяцев, врачи поставили диагноз ДЦП – спастический тетропорез. Каждый день Ульяна делает зарядку, развивает моторику с помощью игрушек и несколько раз в год переносит долгие переезды в другие города на лечение. Для семьи Стасенко каждое, пусть и маленькое достижение дочери – надежда на будущее. Мы увидели, что у нас пошли из подвижки после этого терапии. Ребенок стал более осознаннее, многое начал понимать. Сейчас мы вот… Да. Мы сейчас пытаемся уже вертикализироваться, ходить. Научилась переворачиваться. Ирина, мама Ульяны, рассказывает, что беременность проходила без осложнений, анализы были хорошие. И только к концу срока Ирина почувствовала себя нехорошо. Врач предложил… У меня уже срок был 28 недель. То есть ребенок уже довольно-таки большой. Мне врач предложил, что давайте сделаем поздний аборт. Ну что, если вы сейчас родите, у вас ребенок будет инвалид, глухой, слепой. Я отказалась. Я говорю, не могу. Просто на таком сроке я уже люблю этого ребенка. Ребенок родился недоношенным. Настоящим чудом для Ирины было то, что любимая дочка задышала самостоятельно. Из больницы их выписали только через 4 месяца. Ирина заметила, что девочка не держит голову и не может сидеть самостоятельно. Поставленный врачами диагноз ДЦП напугал семью Стасенко. Тогда они не знали, чего ждать. Поддержку нашли в московской больнице. Там Ульяна уже трижды проходила курс лечения. В этом году ездили на курс реабилитации в Чехию. Конечно, мы в Москву ездили именно за уэтотерапией. Вибротренажер мы приобрели домой, дома занимаемся. А в Чехии там и уэтотерапия за день у нас есть. Плюс улья в термальных водах. Там с ней либо делают подводный массаж, либо гидромассаж. Ирина Владимировна признается, что у ее дочки уже сейчас проявляется бойкий характер. Ульяна готова бороться с болезнью, но подходящий для девочки лечение в Нижнем найти трудно. К тому же во всех больницах очереди. На терапию в чешском санатории необходимо больше 100 тысяч рублей. Общая сумма, и переводите в русские рубли, где-то около 135 тысяч. Мы смогли собрать большую сумму уже благодаря неравнодушным людям, добрым очень. Ее нам осталось собрать 64 тысячи. Недостает нам этой суммы, чтобы мы с Улей смогли полететь на очередной курс, чтобы Уля смогла получить лечение. У семьи Стасенко таких денег нет. С мужем Ирина не живет, хотя тот помогает, чем может. Ирина вместе с Ульяной живет в области вместе со своими родителями. Оставить дочку ей не с кем, поэтому весь доход Ирины это 15 тысяч пособия по уходу за ребенком-инвалидом. То, что Уля будет ходить, есть шанс. Конечно, нужна усиленная реабилитация для этого. Останавливать лечение нельзя. То есть, если мы сейчас остановимся, мы останемся на том уровне, на котором мы сейчас есть. Если вы хотите помочь маленькой Ульяне, то вы можете связаться с ее мамой Ириной Стасенко по телефону 8 920 062 76 07. Екатерина Вологина, Дмитрий Платунов, Служба новостей город.